Всем привет! Решил я наконец-то поставить на свой УАЗ Патриот ГБО. Для установки ГБО я выбрал вот этот сервис, LPG-сервис. У них имеется своя заправочная станция. Какое оборудование, сколько времени заняла установка, какая стоимость обошла, это скажу я вам в дальнейшем. Сейчас отдаю автомобиль на целый день в руки, как говорится, мастеров. И далее, когда будем забирать, будем посмотреть, что мне сделали, какие у меня будут ощущения первые по движению на газе. Вот. И все остальное. Также расскажу про этот сервис, почему я выбрал именно его, что меня сподвигло на газ, ну и все остальное. Игорь, ты как так закрутил? А вот. А, все. Ничего, ничего. Все, то есть здесь ничего не надо откручивать, не мешает. Это тут крутили, столет вставили, он заправил, выкрутили, все. Там стоит шарик. То есть в мультиклапанах, мультиклапаны работают только на прием. То есть в случае там какого-нибудь возможного обрыва, что Unreal вообще, в принципе, именно вот в магистрали заправочной, да, у вас газ не пойдет никому. Потому что клапан работает вот именно на давление и все, он закрывается. А вот эта часть, это у всех так абсолютно получается? Вот эта, да. Так, грубо говоря, всегда надо выкручивать и вкручивать. То есть, ну, самое основное, мозги. Umwell Saver стоят на лбом щите. То есть все провода в гофре абсолютно. То есть подведены, вот клапан стоит, в котором будете менять фильтр. Выносной. Потому что есть такой же редуктор, у него клапан встроенный. Это не очень хорошо, они выходят встроены. Поэтому когда вот отдельно, достаточно. Удобно. И фильтр менять удобно. Потому что, когда здесь стоит клапан, фильтр идет длинная сетка, которую мы, в принципе, не ставим. Потому что она забивается очень быстро. Ну, уже с редуктора, вот здесь второй фильтр. Тот фильтр жидкостной, это жидкостной фильтр. Это уже паровой, то есть после редуктора. Дальше пошел шланг на MAP-датчик. То есть здесь разрежение в коллекторе, давление газа и температура газа. Дальше уже на форсунке. То есть, ну, форсунки здесь стандартные. Фастлайт. То есть, ну, для этого мотора вполне достаточно. То есть здесь 150 лошадей. А форсунки, по-моему, по 40 лошадей. Идут на цилиндр. То есть, прям точно не скажу. Gemini более производительный, но нет смысла сюда их ставить. То есть, предохранитель. Ну, вот здесь проходит один салон. Предохранитель на 15 ампер. То есть, вот он от оборудования. Мало ли, завели машину, там что-то там, случайно не горит кнопка. Сразу на предохранитель. То есть, других вариантов не бывает. Потому что кнопки очень редко выходят из строя. То есть, ничего такого. Единственное, что вот, я говорю, вот у нас то, что были проблемы. Ну, это было пару раз. Что вот этот датчик на редукторе, вот он, стоит здесь. Он вылетал. Из-за этого человек звонит и говорит, там, пищит и не переключается. Она работает. То есть, он ее может заглушить, завести. Буквально три минуты постоит, все, он поехал. Неделю работает. Бах, опять такая же ерунда. И вот, то есть, методом тыка мы только выявили. Потому что ошибку она не пишет. Потому что она не постоянная, а вот. Ну, появилась и все, и исчезла. А так, в плане, каждые 10 тысяч меняются вот эти два фильтра. Все. В плане какого-либо обслуживания, ну, больше что делать не еще. А там говорили, какой-то 10, какой-то 20 тысяч меняется. Или лучше все их меняется. Нет, это все было давным-давно. Вне зависимости от того, что у вас пластиковая магистраль стоит, а не медная, да? Фильтра будут засоряться продуктами газа. А мы живем в России. Поэтому каждый день... Качество газа вы можете реально где-то по трассе, вот на Крым поедете, заправиться так, что у вас оборудование, ну, встанет. Потому что заправили остатками. Грубо говоря, газолин, который со временем, например, из редуктора и с фасунок, если человек не меняет вовремя фильтра, он проявляется здесь. То есть, прямо как маслянистая жидкость получается вот именно вот в этой области. И по редуктору, то есть, вот здесь и там видно. Маслянистые пятна, то все, это пора либо редуктор делать, ремкомплект менять, либо проще поменять, конечно, потому что редуктора, по сути, вот эти не особо дорогие. Поэтому проще отъездил там. Ну, сколько? 80 обычно тысяч. Это точно без проблем. По сути, вам вот сюда ничего не надо будет лазить. Единственное, надо будет тут покататься, проверить уровень антифриза, потому что у нас он вылился. Мы добавили, но сколько там, не знаю, пока почему-то стоит. Стояние минимум пошло. Ну, мы залили, но не знаю, там, может, надо будет еще добавить. Это вы патрубки снимали, да, какие-то патрубки снимали? Ну, врезались же туда, в печку. То есть, тройниками, не переходом, а именно тройниками врезались, чтобы в любом случае всегда было охлаждение, плюс потери не будет на печку. Потому что, если можно иной раз, можно воткнуться в подачу, то есть, как желудок просто через редуктор будет проходить, бывает потеря тепла от редуктора, потому что редуктор на себя принимает. Единственное, как бы вот баллоны, хочу показать. Баллоны-то они вот стоят. Они закреплены из салона. То есть, они вообще никак не шевелятся. Мультиками наружу. Вот один, вон он второй. А, его вида. Да, то есть, что здесь, что там, достаточно удобно перекрыть их. Ну, это на какой случай, если вдруг... Ну, например, утечка или что-то. Ну, здесь, видите, у вас пластик. То есть, как я обычно говорю, быстрее машина сама умрет, чем пластиковая магистраль. По сути, ну, я все проверил, чтобы там ничего не пропускало. Вот. А так, в случае, там, например, запах газа, там что-то еще. Ну, это очень редко, конечно, бывает, но все же. Просто вентиля по одному на каждом. То есть, они сверху. Просто руку протянули и затянули. Единственный момент, что обычно, когда баллоны наружу, ну, не в этом случае, там ставятся камерки. А здесь, в этих случаях, я там прочитал, люди просто приходят с им, ну, типа, пакетом одевать. Ну, чтобы сильно не попадала грязь, чтобы в случае чего его снял, там, например, на стяжку. Не все. По сути, он нужен только, когда вы приезжаете на ТО. То есть, они перекрываются, вы газ вырабатываете и меняется фильтр. Все. В плане высоты, ну, вы сами видите, что у вас защита, как бы. Высота, защита ниже, чем баллоны, поэтому это не страшно. Все вполне. Так, а если, вот, я просто не вижу отсюда, как это, эту гайку увидеть, которая закрывает клапан. А она сверху, то есть, рукой, она одна маленькая. И она нащупывается. Да, просто замультигерсии сверху, вот она. Два баллона, получается, по 35 литров. Да, по 35. Так, и поплавок мы убрали, что плавки мы убрали. Давай, надо будет у Игоря спросить, сколько сейчас влезло. Сейчас могло влезть поменьше. Вот. Ну, потому что воздух. А так? Ну, по сути, сюда можно еще один баллон воткнуть. Ну, один туда, назад ставят еще дополнительно. Да, ну, там какую-то балку срезают. Ну, вот это я брать не буду. Да, потому что я, в основном, все в салон ставил. То есть, это мой первый такой заказ. Так, ну, здесь, получается, мы делали в днище отверстия, чтобы закрепить. Само собой, конечно. Это через салон? С большими шайбами, конечно, через салон. Это обшивка снималась. Ну, заметите разницу. Вы не увидите разницу, что что-то там разбиралось. Да, тут все. Вообще, ничего не заметно. Просто единственное, что можно почувствовать, вот, под ногами, ну, это не факт. Да. Да, вот они есть, но это мелочи, мелочи. Ну, тут по-другому никак. Так, ну, это понятное дело, ни на воздух же вешают, ни на магнитные подушки. То есть, главное, что баллоны не задевают раму. Ну, это да. Они плотно прижаты к кузову, и парами никак не гуляют. Значит, они очень хорошо. Да. Потому что они будут теряться. Так, а что у нас по гарантии получается, год? Ну, гарантия у вас 3 года, или 100 тысяч в провере. Да, делаю эту штучку. Каждые 10 тысяч надо менять фильтра. Обязательно, чтобы вам... Да, я бы сюда заеду кластикам, да. Чтобы у вас гарантия была, там, плюс-минус 500 километров, ну, каждые 10 тысяч. Чтобы в случае чего не было вопроса. Такое, говорю, люди у нас тоже вот есть, приезжают, когда уже все сломалось, а он ни разу не тоже. Так, а это для того, чтобы комплекта, да, получается? Это да, сейчас это. Закрою, это наша, да. То есть, работает газ, работает газ. Работает бензин, работает бензин. То есть, смешивания топлива нету. Это, наверное, непосредственно в Курске или в Сунтанах или везде. Ну, везде, да. Ну, или везде, да. То есть, по сути, в данный момент вам... Ну, сколько вот завтра будет кататься? Сколько вот километров? Можем 100, можем 200. А, ну, вот, покатать, как раз посмотрите, в разных режимах еще. То есть, если получится, чтобы пусто было, чтобы можно было душту едать. То есть, хватает ли, ну, топлива, так скажем. Мало ли, может, надо будет 3-2 подкрутить маленько. Ну, а как вообще это понять, вот, допустим, сейчас, вот, я еще минуту 3 дня, вот, если мы там покатаемся, покатаемся... Сюда подъехать можно будет, чтобы опять подключить или кто-то как-то провеет, как бы, насколько... Да, подключим компьютер и карту посмотрим. Просто я, как бы, сам это, соответственно, не смогу понять. Не, ну, вы же сразу почувствуете, вы знаете, как едет ваша машина и, соответственно, гравит... Не, ну, сейчас катались... Здесь особо разницы на них не видно, как бы, на этих двух карт, потому что он... На них больше 100, во-первых, не поедет. Да нет, ну, любая машина, она, когда трогается, понятно, она там, и едет так, или нет, и не так. Просто, да, вот именно трогание может, например, там, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, то есть, либо все хорошо, либо пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, как будто захлебывается автомобиль. А, я понял. Также, когда дусть тудаешь, то есть, бывает, после определенного оборотов и километража, она не так себя ведет, как хотел бы. Ну, сейчас дусть, я понял. То есть, в любом случае, сначала вот сейчас настройка, да, в любом случае, у вас будет номер телефона, вы позвоните там, ну, там подъехать все, или подъедете, посмотрим карту, надо отрегулировать. Все, друзья, газ установлен, машина работает, ездит. Сейчас будем посмотреть, как она будет себя на дороге вести, готовит расход. Спасибо специалистам сервиса LPG-сервис, что установили. Все грамотно рассказали. Ссылку на сайт сервиса будет в описании. Переходите, смотрите, приезжайте, советуйтесь, устанавливайте. В принципе, цены из тех, кто я выбрал, сервисы самые адекватные, поэтому приехал сюда. Поэтому всем советую. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.